Вперед, сильнее, быстрее и выше. Вперед, подруги пускай услышат. 33 команды и более 400 участников. Десятый юбилейный турслёт работников сферы образования прошёл на Белом берегу. Пёстрые шатры палаток были видны ещё на поступах к Урочищу, а лагерь педагогов напоминал пчелины улей. Сами участники готовились к конкурсу визиток, экспериментировали с образами, репетировали и распевались. ПЕДАГОГИ РАССИ НАВСЕГДА Впрочем, все команды были настроены по-боевому и только на первое место. Педагоги всех школ без исключения уверяли. В их учебных заведениях накануне прошли самые настоящие кастинги. В итоге на турслёт отправился цвет бобруйских учреждений образования. Барышни, крепкие парни и опытные туристы. Мы уже приехали на турслёт во второй раз. Конечно же, от первого раза мы получили огромное впечатление, большое. Просто не передать словами. И поэтому, конечно же, в этот раз мы приехали уже хорошо подготовленными, рассчитываем на победу. Мы надеемся, что в этом году все у нас будет хорошо, готовились очень серьезно. Мы гимназия номер один, нам нельзя ставить другие задачи. Мы должны быть первые. Открыла туристический слёт заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Амелюсик. Она призналась, нынешние работники образования делают то, что многим не по плечу. Важно, чтобы в начале учебного года вы могли себе создать хорошее вот такое романтическое настроение. Пообщаться, повеселиться, поговорить друг с другом и вообще просто расслабиться. И не забывать о том, что работа осталась там, всё парализовано, а вам тут хорошо. Пока одни готовились к презентации команды, другие повторяли названия и девизы своих дружин. Мы поможем всем и всюду, скажем только о ней Google! Третьи вспоминали песни, которые не могут не объединять. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Стоит отметить, среди десятков аксакалов туристического похода были и те, кто впервые окунулся в атмосферу праздника. Молодые специалисты, парни и девушки, которые совсем недавно пришли на свои рабочие места. Мы спросили, как прошел их первый трудовой день. Была под огромным впечатлением от детей, от их связи со мной. Я обожаю детей, обожаю свой дружный коллектив. Ну, в принципе, и всё. Это самые главные аспекты нашей работы. Он у меня был целым. Он прошел довольно-таки интересно, потому что я только начинала знакомиться. Пока я разнакомилась, мне интересно, шикарно. Коллектив хороший. Все меня приняли замечательно. В 20-й школе самый лучший коллектив. По итогам трех насыщенных соревновательных дней первое место занял Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». На втором месте расположились педагоги 21-й школы, а на третьем – 26-й. Среди дошкольных учреждений победителями стали специалисты Бобруйской вспомогательной школы. Строчкой ниже расположился Яслисад номер 78. Замкнула тройку призеров команда 77-го детского сада. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.